Вы принимаете, что Аллах слышит? Да. Подобно как к творению? Нет, не подобно творению. Аллах видит? Да. Подобно как к творению? Нет, не как к подобно творению. Так, так. Аллах вознесся на трон? Нет, нет, не вознесся на трон. Почему? Потому что, а иначе мы уподобим. Почему именно здесь уподобили? Почему нельзя сказать здесь, а точно так же, как и здесь, а? Почему нельзя сказать, Аллах вознесся на трон, но не так, как и люди? Почему мы говорим, Аллах видит? И разве можно сказать, Аллах разве нуждается в видении? И им начинают говорить, если ты скажешь, что Аллах везде, значит, он в туалете может быть, в собаке. Они скажут, нет, не может быть. Аллах везде, но он не там. Как такое понять? Это невозможно понять. То же самое невозможно понять, что Аллах есть и его нигде нет. Не виноваты мы, потому что мы нашли это в Куране. Однако, кто в Куране нашел, что Аллах не справа? Ни слева, ни наверху, ни внизу, ни прямо, ни спереди, ни сзади. Кто? Никто. Значит, на том уроке мы поговорили о Аллах, о Аллахе, о Аллахе. Воскрешение. Потом, также мы Переселение души, также затронули тему Аль-Кадр, Хайри-Вашайри. Мы упоминаем предопределение вопрос, ханафистский взгляд, матрудитский взгляд. А это то, что получается, у них есть больше ихтияра. То есть, именно ихтияр джуз-и называется такой, скажем, отдельно выделяемый от других мазхабов. И также затронули Ашайра и, что говорит Аль-Хадис, относительно затронули, вкратце и прошли. Потом упомянули то, что Всевышний Аллах в количестве, Он является только один. И перешли на новую тему. Переходим к словам автора. Ля юшбиху шей ан миналь ащия мин хальн ки хи. Ва ля юшбиху шей ан мин хальн ки хи. Значит, здесь что он хочет сказать? Никто из творений не похож на Всевышнего Аллаха. То есть, Всевышний Аллах не похож на творение, и творение не похоже на Всевышнего Аллаха. Это в действительности очень важная тема, сегодняшний день. Вообще, она всегда в истории ислама. Это та из тем, в которые происходят конфликты, недопонимания в исламской уме. Значит, Хамад Нуам бин Хамад сказал следующее. Ман шаббага Аллаха, то есть тот, кто уподобит бешей мин халькхи фа кады кафара. Тот, кто уподобит Всевышнего Аллаха из его творений, тот является кафиром. И тот, кто будет отрицать то, что Всевышний Аллах сам себе приписал фа кады кафара, тот становится кафиром. Отсюда что получается? Отсюда получается следующее. Нельзя уподоблять Всевышнего Аллаха человеком. То есть Всевышний Аллах не похож на человека. Но тот же самый момент, так как Всевышний Аллах себя приписал, так мы должны утверждать. Хоть оно внешне нам будет казаться, что мы похожи. То есть Всевышний Аллах говорит, что он видит. И мы тоже видим. Все люди видят. И Аллах тоже видит. Что получается? Мы уподобили сейчас Всевышнему Аллаху? Нет. Мы не уподобили. Знаете, мы говорим, что Аллах видит. Почему? Потому что Всевышний Аллах видит. Но тот же самый момент. Нельзя его уподоблять с творением. А мы, получается, утвердили, что он видит. А разве это не будет уподобление? Нет, не будет уподобления. А как мы выходим из положения? Говорим следующее. Да, Всевышний Аллах видит, и люди видят. Есть какая-то схожесть. Но расхождение в видении Всевышнего Аллаха не похоже на видение людей. То есть видение отличается. Даже творение между собой отличается. Животные, собаки, кошки, птицы, они видят по-разному. Не так, как люди видят. Понимаете? Но тем более уж Всевышнего Аллаха видение, оно не похоже на творение. Всевышний Аллах может разом видеть всех людей. Я не могу видеть, что в той комнате происходит. А Всевышний Аллах в одну секунду видит все, что происходит. Ни один человек не может запрятаться, чтобы Аллах его не увидел. Ни одно животное, даже муравей не может запрятаться. Поэтому мы замечаем. Все, что Всевышний Аллах утвердил, мы утверждаем. Но тоже самое, как говорим, не похоже на творение. И здесь очень важная мысль. Очень важная, важная мысль. Шарих говорит следующее. Признаки джахмитства. То есть, как бы скажем, признаки заблудших людей. Признаки почти, что людей-кафиров. Какие признаки? Тасмиту ахли сунна аль-мушаббиха. Они называют ахли сунна тех, которые на истине, что они уподобляют Аллаха творением. То есть, получается, забудшие люди называют справедливых людей плохими качествами. Какими? То, что они уподобляют творение со Всевышним Аллахом. Но вопрос, зачем они это делают? Две причины. Одна причина. Это, чтобы оттолкнуть людей от ахли сунна. От справедливых людей, которые на истине. Они хотят другую массу оттолкнуть от этой группы. Последователи послания Николая Хасалюса. И второе, на самом деле, строится на идеологии. Они так считают в действительности. И здесь, в современном мире, мы часто слышим муджассима, мушаббиха. Они уподобили Всевышнего Аллаха творению. Аллах вознесся на трон. Как так можно? Ты уподобил Всевышнего Аллаха творению. Значит, Аллах сидит. Значит, Аллах нуждается в троне. Значит, значит, значит. Как мы договорились? Если Всевышний Аллах сказал, что Он слышит, вы принимаете, что Аллах слышит? Да. Подобно как к творению? Нет, не подобно творению. Аллах видит? Да. Подобно как к творению? Нет, не как к подобно творению. Так, так. Аллах разговаривает? Да. Подобно разговору человека? Нет. Хорошо. Аллах вознесся на трон? Нет, нет, не вознесся на трон. Почему? Потому что, а иначе мы уподобим. Здесь почему не уподобили? Почему именно здесь уподобили? Почему нельзя сказать здесь, а точно так же, как и здесь? Почему нельзя сказать, Аллах вознесся на трон, но не так, как и люди? Почему мы говорим, Аллах видит? И разве можешь сказать, Аллах разве нуждается в видении? О, как ты можешь говорить, Аллах видит, что, он нуждается в чем-то? То есть без видения он ничего не понимает, что ли? Почему такого нету? Понимаете, недовольство, удивление, когда мы говорим о видении Аллаха, слухе Аллаха. О, как ты мог сказать, что Аллах слышит? Аллах нуждается в слухе? Нет, вот здесь вот реакция такая нормальная. Аллах слышит, Аллах видит, Аллах разговаривает. А как переходим на Аллах, то, что наверху вознесся на трон, о, как ты можешь, эмоции, ты мучаббига, мучасима. Вот что происходит в нашем мире. Однако мы сказали следующее. Мы все должны утверждать, что Всевышний Аллах утвердил. Нравится нам это? Не нравится. Когда мы говорим, Аллах вознесся на трон, вот мы взяли, сидели, и вот думаем, что сказать за Аллаха? О, идея. Давайте скажем, Аллах вознесся на трон. Ммм, давай. Интересно, разве так это? Как можно такое говорить? Однако, как происходит? Открываем книгу, Кур'ан, и видим, там написано, что Аллах вознесся на трон. Сумма с тава аля ларш. Аллах вознесся на трон. Иртафа аля. Вот так пришел в Тафсирах. Поднялся, возвысился. Это я придумал? Валлах, я просто нашел это в Кур'ане в Тафсире. Если бы было там написано следующее, Аллах ни справа, ни слева, ни наверху, ни внизу, ну нигде. Валлах, я бы это принял бы. Это просто вот так написано, и я приму. Вот так и все аган-хадис примут. Так в чем проблема? И как можно после этого ругать людей хадиса, которые берут хадис и принимают, аят принимают? Не виноваты мы, потому что мы нашли это в Кур'ане. Однако, кто в Кур'ане нашел, что Аллах ни справа, ни слева, ни наверху, ни внизу, ни прямо, ни спереди, ни сзади. Кто? Никто. Кто по праву заслуживает, кто в действительности должен возмущаться? Мы или они? Аган-хадис, те, которые следуют хадису, или те, кто следует аль-муль-калям, а это разуму? Нет, конечно, не полностью разуму, а хадису и разуму совмещают оба. Есть люди, которые только хадисы следуют. А есть люди, которые совмещают, где-то получают совместить, преобладает хадис, где-то преобладает акул, разум. Поэтому, поверьте, очень много слышат такие недовольствия, льдится, как так они могут, говорит Аллах, воздействуйся на труб, «Ну, как так можно?» Оллай, братья, клянусь Господу миров, вот просто покажите, где в Коране написано иначе. Ну, опять же, мы же не просто вот с головы взяли, мы просто прочитали это, и все, мы не виноваты. Вы скажите это Аллаху, почему Аллах изначально такие фразы говорит, где людей вот так путает как-то, да? Я понимаю, что в одном месте, если бы, например, Аллах бы сказал бы вот так в контексте, потом вот так в контексте, и мы пытаемся совместить, но ни в одном контексте Аллах не сказал, что Он нигде. А напротив, в одних контекстах говорит, что Он, каких-то контекстах, что Он Господь земли и небес. Да? То есть, как-то может даже понять, что Аллах везде. И они удивляются тому мазхабу, тому мазхабу, которые говорят, что Аллах везде. Аллах везде. Как можно сказать, Аллах везде? А в чем проблема? То есть, имеется в виду, по их взгляду, им начинают говорить, если ты скажешь, что Аллах везде, значит, что Он в туалете может быть, в собаке, они скажут, нет, не может быть. Аллах везде, но Он не там. Как такое понять? Это невозможно понять. То же самое невозможно понять, что Аллах есть, и Он нигде нет. Два этих взгляда, они вообще тяжело принимаются. Аллах нигде, но Он есть. Что это такое? И то же самое. Аллах везде, но Он нигде. Что это такое? Вот человек просто Коран возьмет, такому результату не придет. А человек, который возьмет философию, прочитает, а потом Коран возьмет, придет. Поэтому мы очень много ругаемся. Каждый ругается. Один ругает одну группу, ты такой-то, другой ругает другого человека, а ты такой-то, спорит друг друга. Но на самом деле, каждый хочет очистить Всевышнего Аллаха от недостатка. Кто говорит, что Аллах нигде, они хотят Его очистить от недостатков. Кто Аллах говорит, что Он вознесся на трон, они хотят очистить Его от недостатков. Но у них недостатки, у первой группы понимают недостатки в определенном направлении. У второй группы недостаток в другом направлении. У каждого свое понимание, что означает недостаток к Аллаху. Когда они говорят, Аллах вознесся на трон, они хотят очистить от недостатков. Как получится? Получится так. Очищение Всевышнего Аллаха от недостатков будет словами Всевышнего Аллаха. Раз Аллах сказал, вознесся на трон, значит, он этим хочет сказать, что это ему, ялиху биджаляли, значит, это к нему должно приписываться, и это будет красивее и лучше. А если Всевышний Аллах говорит иначе, значит, так. То же самое, те, кто говорит, что Аллах нигде, они хотят сказать, о, если мы скажем, где-то это получается, он нуждается в чем-то, значит, это творение, как так можно? То есть у всех как-то вот свой подход. У тех больше к хадису возвращаются, а те больше к разуму возвращаются. Понимаем суть, из-за чего все эти конфликты происходят. Дальше автор говорит, И Всевышний Аллах был и будет со своими именами, качествами. То, что относится к самой сущности Всевышнему Аллаху, как жизнь. И фиалия действия, а это как сотворение. То есть Аллаха есть качества, которые они в нем находятся и не переходят к другому. А есть качества, которые переходят к другому. Как качества, которые находятся, то, как у Аллаха. То есть сифат его качества бывает, то, как к нему возвращаются, а это как жизнь. И есть переходящие, кому-то одна переходит, как творение. Всевышний Аллах творит одного человека, второго человека, создает землю. Это уже переходящие, фиалия действия, да, Всевышнего Аллаха Анна. Уже замечаем разницу, да, больше, чем просто зад, сама сущность. Что касается затия, то есть, فَاْتَ فَالْحَيَاتُ وَالْقُدْرَةُ Это жизнь, жизнь Всевышнего Аллаха и кудра, и мощь Всевышнего Аллаха. То есть, почему жизнь? Потому что, если эта земля, если Аллах, Он есть, Он есть, Он не может быть мертвым, Он должен быть живым, потому что Он создает. И кудра, невозможность, чтобы эта земля была создана слабым. Все, что создано здесь, я, ты, мы, это только может произойти мощью, без мощи, невозможно, чтобы это было. То есть, это, как бы, логический подход. Знание, знание Всевышнего Аллаха. Если Аллах живой создает, Он не может создавать, кроме как со знаниями. Как может что-то быть без знаний? Всевышний Аллах заранее знал и это создал. И здесь Ашарах упоминает такую мысль. А, да, здесь он вначале еще говорит. То есть, Всевышний Аллах знает джуз-ияд и куль-ияд. Куль-ияд имеется в виду что-то такое одно, которое на всех отпускается. Например, человек. Слово человек. Я человек, ты человек, другой человек, другой человек. Нас все, что объединяет мысль. А это человек. То есть, есть такая общая мысль. Если на него она падает, он таковым не является. Я, это отдельное уже. То есть, я человек, тот человек, третий человек. Да, это уже отдельные части. А есть одно такое целая мысль какая-то определенная. Каждый, вот когда я говорю, что означает дерево. Мы сразу представляем, ну, дерево это вот, ну, растет, то, что там растение, там, большое. А отдельные, это уже отдельно взятые, как бы, да, это джуз-ияд. Значит, Всевышний Аллах знает, что такое общее и что-то конкретное знает. Это, конечно, мысль, это больше опровержение философам, которые признают только общее. То есть, общая мысль, а отдельную не признают. То есть, как бы, они хотят сказать, что философы ислама, да, некоторые, они хотят сказать следующее. Аллах знает мысль, дерево, дом, но конкретное дерево, конкретный дом, как бы, не знает. И это один из вопросов имам Хазали, рахимаулла, за что выписал, или за что сказал такфир, сказал философы, подобным взглядом выходят из ислама. Ну, конечно, не все согласились с этим взглядом, но все же это один из таких взглядов, то, что имам Хазали сделал по отношению к философам ислама. Дальше автор шариха говорит, шарих, приводится кыса от Абдул-Ладзид-ль-Мактей, это ученик имама Шафии, он упоминает, что, когда был амуназар, спор с бишей Марисей, бишер Марисей говорил, Аллах не глупый, то есть он говорит, Аллах не глупый, то есть он не из тех, которые не знают. И Абдул-Ладзид ему говорит, скажи, он знает, он знающий, а тот не хочет признавать, что Аллах знающий, потому что, когда скажет Аллах знающий, то там происходят проблемы. В признании знаний Всевышнего Аллаха происходят у некоторых очень большие проблемы, как точно так же у некоторых происходят проблемы, что Аллах вознесся на трон, точно так же есть люди, у которых происходит проблема в признании, что Аллах знает. А если человек спросит, а какая проблема вообще происходит? На самом деле, вкратце скажу, это такая чуть глубокая философия, но она заключается в следующей мысли. В чем проблема в признании некоторых группах течений знания Аллаха? Они говорят следующее. Если Аллах знает, то есть есть прошлое время, настоящее и будущее. То есть, например, я знаю, когда солнце встает. Да? Да? Сейчас уже вечер, получается, и я приблизительно знаю, когда солнце встает. Это до того, как солнце встало, мое знание одно. Но когда солнце само уже начинает вставать, мои знания уже другие. То есть, я уже понимаю, а, солнце встает. А когда уже солнце встанет, спустя час, я уже буду понимать, а, солнце сейчас встало. Заметьте, мое знание, что солнце встанет чуть попозже, и мое знание, когда солнце уже встает, и мои знания, когда уже солнце встало час назад. Разное же знание. Знание до того, пока что-то произойдет, знание в процессе, когда что-то происходит, и знание после того, как это произошло. Оно разное. А у Аллаха изменения не могут быть. То есть, Аллах не может изменяться, то есть, в один момент он знал, что до что-то будет, в один момент он знает, что сейчас происходит, в один момент он знает, что это изменение, это гайор. Это невозможно по отношению к Аллаху, поэтому у них проблема происходит. И они не могут сказать, Аллах знает, а они, знаете, что говорят, Аллах не глупый. Аллах, астан. Вот к чему проводит Айль-Муль-Калям. Вот так люди начинают размышлять. Это нехорошо, на самом деле. И потом, он, конечно, ему отвечает следующее. Всевышний Аллах похвалил своих пророков, своего человечества, самого себя, то, что есть у него знания. Но вот этот стол, она тоже не знает. Этот же стол тоже не знающий. Оно не живое, оно не знает. То есть, он хочет сказать, ты что, хочешь сказать, что Всевышний Аллах подобный вот этому творению? Однако Всевышний Аллах хвалил знанием всех, у кого знание, то в высшей степени. А ты хочешь его, Всевышний Аллах, отпустить на создание неживое вообще? Ну, подобный диспут интересная, да, картинка, как у салифов происходило, вопрос об знании. Валь-калям. Значит, он говорит, аль-хая, жизнь, кудра, сила, аль-илм, знание. Вот этих трех единогласных мнений, аль-хамдул-Ллях, все салифы в этом сходятся. Валь-калям, речь Аллаха. Значит, речь Аллаха, на самом деле, автор потом в дальнейшем, дальше он упоминает мысль, речь Аллаха. Но здесь вкратце скажем, шарих говорит, «Дариба аля-субботиль калям иджма». То есть, доводом на то, что у Всевышнего Аллаха есть речь, Аллах разговаривает, а это единогласное мнение ученых. «Илля, но, — говорит, — слова Аллаха, — речь Аллаха, — они подобны буквам и звуку». Во! Аллах разговаривает, но без звука и без букв. Вот чему Аль-муль калям приводит. Это действительно, когда такое мы слышим, Аллах разговаривает без букв, без звука. А как Он разговаривает тогда? Интересный вопрос. Им даже пришлось сказать, что маленький ребенок, который только родился, ползает по земле, он болтает, еще как болтает. Как? Звука не издают, букву не издают, он болтает. Да, тема у нас такая, она интересная на самом деле. У нас время подошло к концу. Если я просто сейчас заходил бы в эту тему, придется говорить, потому что следующее тоже будет связано с ней уже, с этой же темой. И будет правильно это посвятить этому отдельный урок. То есть в следующий урок мы поговорим о этой мысли. То, что Всевышний Аллах разговаривает и без звука, и без букв. Правда ли это так? Все ли Саллифы на этих словах? Мы будем стараться. Тот, кто внимательно слушает, тот, кто внимательно каждый урок наш прослушивает, хотелось бы, конечно, чтобы эти люди старательные записывали там, где разногласия я упоминаю. Интересно было бы, на самом деле, я сам попытаюсь это тоже сделать, вернуться быстренько назад, к каких вопросам было разногласия. Интересно, потому что мы говорим с Саллифы, не Саллифы, как они понимали, и в чем происходит разногласие, и в каких вопросах разногласия. И, конечно же, хорошо было бы, кто-то, чтобы это прослеживал, выписывал в комментариях, писал тоже. Это было бы наш ад, такое побуждение. Оно очень даже правильное, разумное. Баракалуфикум. На следующем уроке мы эту мысль будем продолжать. Будет очень интересно. Инша Аллах. Ваджазакаму Аллаху. Хайран. Ва Ахируда Авану. Альхамдуллах. Раббилля Алямин. Вассаляму алейкум. Рахматуллах. Рахматуллах. Рахматуллах.